Валентин Валентинович Португалов Валентин Валентинович Португалов Валентин Валентинович Португалов Валентин Валентинович Португалов Валентинович Португалов Валентинович Португалов Валентин 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 Валентинович Португалов казалось бы, совершенно ушедшим в прошлое мира. А потом еще, у меня была все-таки пишущая машинка лучше, чем у него. И что-то перепечатывалось на моей пишущей машинке. А вот у него была Москва, а у меня была торжественная по тем временам немецкая Эрика. В 65-м году я начал работать полгода на заведующем журналу «Критики» в журнале «Юность». И это был единственный журнал, который его печатал. После этого меня арестовали, через 5 лет я вернулся. Жить в Москве мне не разрешалось, поскольку у меня был надзор. У меня было там пару месяцев для того, чтобы найти где-то себе квартиру. Со мной, как с писаной торбой, возились знакомые, в том числе Миша Айзенберг и Леня Глезеров. Ну и почти в первый же вечер я сказал, что где Варлам Тихонович. Мне, естественно, очень хотелось обсудить свои тюремные впечатления и лагерные с его. И произошли довольно существенные изменения и в лагерной жизни, и в уголовной, и всякое такое. И вдруг выяснилось, что никто не помнит, что никто не знает, где Варлам Тихонович. И по просьбе Лени Глезерова, Юра Фридин, тем не менее, как-то смог отыскать вот этот вот… Да, причем там был и Саша Морозов, который тоже не знал. Уже много лет его не видел, но совершенно и не интересовался. Вот… Смог отыскать дом для престарелых, куда был помещен Варлам Тихонович. Мы туда пошли с Леней Глезером, который очень стеснялся и сам, по-моему, к Шаламову не пошел. А мне необычайно обрадовалась директриса, которая… Ну, потому что мы начали спрашивать, что вот мы там о чем Шаламова, там… Сесры передали врачам, врачи или директрисе. Директриса была счастлива, сказала мне, ну вот, наконец, хоть кто-то к нему пришел. Вот уже все эти годы к нему не приходит никто, только присылают какие-то приглашения в Дом литераторов. И, да, Полевой заставил его еще вступить в союз писателей. Причем для Варлам Тихоновича это была принципиальная ситуация. Он был членом Группкома, но он очень плохо относился к тому, что и Суванец он вступил в Дом. Вообще Варлам Тихонович был, ну, человеком очень жестким в своем литературном поведении. Скажем, его… Для него было совершенно неприемлемо то, что Толя Жигулин для того, чтобы напечатать хоть какие-то свои лагерные стихи, перемежает их с так называемыми датскими, то есть написанными к датам. Для него было совершенно неприемлемо, что Аркадий Викторович Беленков в своем первом издании книги «Отынянове», для того, чтобы книга прошла, упоминает о том, как троцкисты отравляли колодцы. Ну, почему там сказать, что все это были мои знакомые? Вы помните, как он высказывался? Ну, вот он говорил, что это совершенно неправильно. А что Союз писателей – это вообще организация для контроля, и нечего туда идти, и все, кто туда вступают – это все приспособленчество и цены. Вот. А то есть и вступить в Союз писателей – его тоже с Полевой вместе с этим письмом. Вот. И тут я сказал, что, ну, присылают вот эти приглашения из Дома литераторов, да еще и раз в год приходят две какие-то женщины и приносят коробку конфет к 1 мая. А что с ним ведь так трудно? Ну, вот, Олег Чихонцев рассказывал, я не видел этого, что Варлам Тихомыч очень остро чувствовал опасность. И еще, живя и я, не был у него в третьей этой комнате его никогда. А даже выходя на улицу, он брал с собой авоську там с мылом, с... самая заматывал шею полотенцем, считал, что его могут арестовать и на улице просто. Вот. Ну, вместо этого Сиротинская, ну, это уже отдельный рассказ, отправила его в Дома престарелых. Сиротинская? Да. А вы что-то знаете об этом? Да, об этом подробно рассказывала всегда Зайва. А перед этим просто я, значит, хотел найти Варлам Тихомыча, нашел его. Ну, это действительно было достаточно тягостное зрелище. Он срывал простыню с матраса и лежал на голом матрасе. Эти няньки, конечно, не могли его гигантского все-таки поднять и постоянно это перестилать. И, действительно, на шее у него постоянно было это полотенце. И у него был, слава богу, старик такой тихий, безобидный, по-моему, с болезнью Паркинсона в одной из последних стадий, которому приносили, хоть иногда там дочь приходила регулярно и приносила там какие-то яблоки, еще что-то такое, хоть иногда угощала Варлам Тихомыча, потому что ничего у него не было абсолютно. И накормить его тоже было очень трудно, руки у него дрожали так, что он иногда не хотел, а иногда и не мог есть. Эту кашу расплескивал, кормить его с ложки опять-таки, эти няньки не хотели, им было тяжело. Ну, в общем, это действительно была достаточно трудная ситуация. А как он Вас встретил? Что? Как он Вас встретил? Он меня узнал. А вообще он с трудом уже узнал? Он, да, с трудом узнал, целое время он узнал. Он был рад, но опять-таки говорил он так неразборчиво, что то, что он мне хотел сказать, я уже не понимал. И посидел у него какое-то время, там что-то мы принесли, какие-то апельсины какие-то, то, что можно было в 83-м, то есть в 80-м году. Ну, вот, но мне-то надо было ехать. Ну, привез я туда Сашу, и Саша сделал две. К сожалению, он ничего не пишет об этом в своих воспоминаниях. И это не честно и неправильно. Две вещи, одна из которых замечательная. Сидя постоянно с Варлам Тихонычем и научившись разбирать его, в общем, вполне невнятную речь, А Варлам Тихоныч, по-видимому, все время бормотал стихи. Саша записал эти последние стихи. И это, конечно, большое дело. Но Саша сделал вещь, которую делать не надо было ни при какой погоде. Он начал водить к шаламу либеральных московских дом. Приличных и средней приличности. И, ну да, с одной стороны, не заботились о Варлам Тихоныче. И действительно, там, кто-то ему связал шапочку, кто-то ему что-то готовил, кто-то ему приносил фрукты и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, этот дом престарелых становился, ну, таким местом, ну, как сейчас бы сказали, либеральной тусовки московской. Я Сашу предупредил, я приехал. Меня отпускали там раз в месяц на три дня в Москву. Месяца через два-три это выяснилось. Я Саша сказал, что этого делать нельзя ни в коем случае, что это просто опасно и ценно. За ним следили в доме престарелых? Да никто не, ну, конечно, доносили. Ну, в конце концов, ну, давали какие-то сообщения. Ну, в общем, пока к нему никто не ходил, как бы никакого интереса не было. Если бы к нему ходило два-три человека, скорее всего, это тоже было бы. Но когда к нему начали ходить ежедневно и десятками разного возраста Адама, из такой либеральной московской интеллигенции. И начали рассказывать друг другу. Ну, и вообще, ну, вот-вот оказалось, что вот-вот. Вот есть Шаламов, вот есть Сацаны. А к этому времени вышел Парижский том. Еще к тому же. Шаламова. Том стихов? Нет. Парижский том колумбских рассказов. То есть Шаламов уже стал признанным. Больше того, он получил, по-моему, Ганкуровскую премию. Он стал признанным на Западе писателем. И в России тоже начали уже что-то понимать. И я Саше вполне серьезно сказал, что нельзя так делать, что вы подставляете Варламтик. в конце концов. Мне Саша сказал, я лучше знаю, что делать. Как я хочу, так и будет. Ну, Саша бывал таким очень решительным человеком периодически. Ну, что, ну, кончилось дело тем, что, вот. Ну, кончилось дело с гибелью просто Варламтик. Тем, что для того, чтобы его изолировать, его повезли в этот психодиспансер. Он простудил. Он сопротивлялся. И его насильно полуголова зимой запихивали, значит, вот в эту машину. Простудили. И на третий день он там умер. Варламтик был тарацкист. Может быть, единственное, подлинно великое, что выросло из левой культуры и литературе, был как раз Варламтик. Было зима, было много снега, и подъехать к могиле было невозможно, оно было довольно долго идти. Выстроилась такая длинная цепь. Впереди стал Боря Михайлов, который запевал. И так с пением псалма мы дошли до могилы. И тут Боря ко мне подошел. Я хотел, значит, сказать то, что я приготовил. И сказал, вы знаете, Варламтик был против того, чтобы что-то говорили на его могиле. И я в это время как-то не сообразил, что Боря Михайлов не был знаком с Шалановым. И ничего знать этого он не мог. Все это было, ну, сто человек, наверное. Бросили по горсти, была засыпана могила, и мы уехали на поминки к Наталье Владимировне Кенту. Ну, там я сказал то, что приготовлю для того, чтобы сказать на могиле. Ну, и кому-то попал этот листик, я не помню кому. Ну, в общем, так или иначе, он довольно скоро был напечатан в континенте. По-видимому, именно поэтому, когда я был арестован второй раз, у меня были изъяты рукописи Шаламова. И один из пунктов моего обвинительного заключения, а потом приговора, был как раз вот надгробное слово. Я достал единственную уцелевшую, вот, его запись, как надо издавать его стихи. Он мне когда-то... И это единственное, что мне почему-то вернули губисты. Ну, вот. Причем, вот в этой вот книжке, подаренной, когда-то мне Варлам Тихоновичем, есть еще и мой список, случайно наше отчасти. Это вот вчера, когда у нас остался сам. Я просил его, он с удивлением спросил, что это такое. Это список тех рукописей, которые остались в КГБ. У смерти на краю все мы бываем, но при этом надо быть гением, тем, чтобы вот это дыхание смерти и это состояние человека, который чувствует над собой это дыхание, стало нежизненным или предсмертным переживанием, литературным фактом. Шонов для этого нашел слова и форму, и цены. А больше никто не нашел. Может быть, это реквием по России. Уж как по меньшей мере. Доказательство того, что такой мир не может и не должен существовать. Попало ко мне по завещанию, вместе с той частью архива Шоланова, которая была у него, у нее от Людмилы Владимировны Зайовой, после ее смерти. Кто это? Тут надо рассказать тогда, как бы, хотя бы в общих чертах две вещи. С одной стороны, как это попало к Людмиле Владимировне, а с другой стороны, кто она такая? Ну... Значит, теперь Варлам Тихонович был членом Союза писателей. Соответственно, он мог получать какие-то путевки в Дом творчества. И однажды он уехал в Крым. И... Он позвонил Людмиле Владимировне, когда собирается вернуться. Но поскольку вокруг, в общем, шли аресты, и он сам ждал ареста, и все... Многие ждали ареста, скажем так. А то когда Людмила Владимировна и Шнейдер пришли к поезду, и его там не оказалось, они решили, что его там арестовали. и побежали в его комнату, считая, что вот после этого сразу же будет обыск, и все пропадет. Для того, чтобы унести... спасти то, что они могли. Что-то попало к Шнейдеру, что-то к Заевой. А Шаламов приехал на следующий день. То ли он ошибся, когда он говорил, то ли потом он говорил, что я думал, что билет будет, а билета не было. В общем, причина была какая-то вполне бытовая. Но когда Заева его спросила, ну так что же делать, он мне сказал, держи у себя, держи у себя, никому не давай. И так это продолжалось. Собственно говоря, до самой ее смерти. А Шнейдер... А все, что забрал он? Удал в Сиротимской. Ну, на самом деле, с Сиротимской ситуация была абсолютно простой. Господи. А в это время забирали там рукописи и цены у всех, у кого, значит, могли. Там у того же самого Вадимидова, значит, опытного лагерника, который рассылал там по пяти квартирам свои рукописи, и благополучно обошли все эти пять квартир, все забрали до последней капли. И он, которая, видите ли, воспылала к нему необычайной любовью, имея молодого мужа и двух детей. А вот это надо учитывать еще положение, в котором жил Шалам. Из-за своих болезней он постоянно сморкался. И вот комнаты, как мне описывали, вот от последнего комната была огорожена веревками, на которых висели простыни, в которых он сморкался. Какой там был порядок, ну, вы сами можете понять. А наконец он действительно был тяжело болен просто. То есть ни в какую необычайную любовь сиротинской я не верю, тем более, что она благополучно получила весь его архив, после чего о нем забыл, как бы выполнив полученное задание. Наталья Борисовна Волкова мне рассказывала это так, ну, ее непосредственная начальница. Вы знаете, я был очень удивлен. Ирина, вдруг в 1988 году, я не помню, как и Ирина со мной приходит ко мне и говорит, «А вы знаете, я сейчас начала разбирать архив Шаламова, то есть через 10 лет, который до этого был просто свален в ее кабинете. И нашла его письмо о том, что он мне все завещает». Сама она не слагает все это иначе, но я рассказываю так, как мне рассказала Наталья Борисовна. Я очень удивился с концентра у Шаламова. Была первая жена и дочь, была вторая жена и пасынок. И вообще, что это за странное такое? Там, видите ли, такой текст завещания странный, что по Шаламову завещает ей все свои рукописи. Не деньги, не доходы. Ну, что тоже пошло, конечно, ей. А почему-то именно вот все рукописи. Причем Сиротинская воспользовалась этим абсолютно наглым образом, приехав в Шаламовский музей. А она узнала, что Шаламовский музей купил пару рукописей Шаламова у какого-то человека, который, по-видимому, участвовал в нелегальных обысках у него и что-то украл. А потом пробовал музей. Так она эти купленные рукописи на основании этой бумажки... Причем бумажку, видите ли, мышки съели. И у нее была только... У нее, как сейчас у сына, только копия. Изъяла в музее Шаламовском. Купленные им рукописи. Вот. Ну, то есть, было совершенно очевидно, что надо было... Ну, господи, ну, нормальная ГБшная цель. Воспрепятствовать распространению текста. Вот. Ну, что успешно было сделано. Причем я, когда вернулся... Ну, я же до этого работал в ЦГЛИ. Я же их всех знал. И Волкову, и Саратинскую. И я попытался, зная, что рукописи попали в ЦГЛИ. Попытался, ну, посмотреть, хотя бы, вот, рукопись Шаламова о уголовном мире. Ну, меня в это время это очень интересовало. Я ее когда-то прочел, но плохо помнил. Потому что до ареста меня это не интересовало, но зато после ареста. Сами понимаете. А вот... О, Саратинская мне сказала, нет, нет, этого нельзя. Для архива Шаламова на секретном хранении. Ну, понимая, что еще бумажку в архив я, может быть, где-нибудь и получил. Допуск секретности я точно не получил. Вот. Ну, оказалось, что, на самом деле, ни на каком хранении он не был. Ну, она просто никого не подпускала к архиву. А архив был свален, как мне сказала Наталья Борисовна, просто в ее кабинете. А вот в 88-м году, когда уже можно было все печатать и получать за это деньги, и так далее, и так далее. А вот тут вот Саратинская очень оживилась. Вот. А с... Зайвой ситуация была совсем другой. Это была замечательная в своем роде, очень странная женщина, писавшая стихи, совсем неплохие. в Москве. И одно время... Довольно широко известная в Москве и популярная. Потому что... Ну, вот, наверное, самый старший из вас помнит, как... Семидесятые, восьмидесятые годы, когда... Даже маломальские приличные книги купить было очень трудно и почти невозможно. Там сдавали макулатуру, еще что-то такое. Вот как раз Людмила Владимировна организовала клубы книголюбов. Вот московский клуб книголюбов при вот этом большом книжном магазине на Ленинском проспекте. Там двухэтажный был магазин такой технической книги. Она договорилась с директором. Ну, а поскольку клуб книголюбов, это была общественная организация, и как бы никаких проблем не было, то у клуб книголюбов выделялись книги. А, соответственно, войдя в клуб книголюбов, можно было получать книги. Вот. Чем популярность Людмила Владимировна и объяснялась? А плюс к этому она была просто очень добрый человек. Очень добрый, странный. И в конечном итоге, когда Сиротинская забрала шаламовский архив, и уж никакого интереса к нему не привела, в общем, оставалось... Ну что, ну, и зарядка приходил Шнейдер. Единственным человеком, который хоть как-то заботился о Ролан Тихоновичем, он просто стирал. Что тоже было совсем непросто. И живая дочь до сих пор не может простить матери, что-то ее оставляла, а вот возилась со всем этим бесконечным бельем в Ролан Тихоновичем. Всеми этими простынями и всеми этими... Вот. Людмила Владимировна была человек наивный. Кто такая Сиротинская, конечно, не понимал. И... В какой-то момент, когда Шаламов заговорил с ней, что вот он хочет написать на ее имя завещание и вот давай поженимся и еще что-то, и рассказал об этом Сиротинской. А они иногда, значит, созванивались по телефону. Сиротинская появляться не появлялась. Ну, и по рассказу Зайвы Сиротинская тут же организовала письмо. Ну, Шаламов жил в общей квартире. А вы сами понимаете, что в качестве соседа подарком он не был. Ну, Сиротинская тут же организовала... Почему-то есть рассказы, но это отдельные, это вы найдете и без меня. И нечего мне их пересказывать, как врачи пытались, тем не менее, сохранить ему возможность жить дома. А вот Сиротинская тут же организовала письма соседей о том, как он уставляет незакрытую воду и как они боятся, что он их взорвет, не выключив газ и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот... Его и поместили в этот дом для пресса. Хорошо. А можно тогда вернуться к вот этому письму в литературную газету 1972 года, который ответ на публикацию в Басеве? Просто вы как бы излагаете такую версию, которая как бы не каноническая. Вы, насколько я понимаю, говорите о том, что вообще текст этого письма писал не Шалам, так? Ну, по крайней мере, так. Я в это время в юности не работал, а так рассказывал это Олег Чухонцев, который, кстати говоря, жив-здоровый не вредим, и спокойно можно его спросить. И был в хороших отношениях с Варлом Тихоновичем. И как это происходило в юности, я знаю со слов Олега и думаю, что это все совершенно точно. Ну, понимаете, конечно, не такого признания, как эта немецкая книжечка ждал Шалам. Понимаете, вот это совершенно точно. Конечно, в какой-то степени это было для него оскорбление. Конечно, для него было очень серьезной проблемой. И это, кстати говоря, то, что оправдывает Сиротинскую. В какой-то степени, чтобы его наследие уцелело. Понимаете, чтобы это не было сожжено, и он совершенно не был таким оптимистом, как Булгаков. Я совершенно не думал, что рукописи не горят. Он точно знал, что при советской власти все совсем иначе. Зная Варлам Тихоновича, я абсолютно убежден в том, что кто такая Сиротинская, он не сомневался ни одной минуты. Ну, простите меня, пожалуйста, за цинизм. Но попользоваться молодой и пусть даже средней привлекательностью дамой, как бы он считал совершенно не лишним, с одной стороны. Но более важным было другое. Более важным было то, во что он поверил. А вот как выясняется, ведь все могло быть иначе. Потому что рукописи Шаломова не были оприходованы с Гали. И это, кстати говоря, то, что можно проверить. Вот как мне сказала Наталья Дмитриевна, что их начали оприходовать и описывать только в 1988 году. То есть с этой точки зрения все предложения Сиротинской ему вполне устраивают. А вам как кажется? Не верю, он, конечно, ей не одной минуты при этом. Что? Вам кажется, если это действительно было так и вот был такой расчет, этот расчет себя оправдал? Ну, может быть, в какой-то сфере не оправдал. Почему же нет? Потому что неизвестно. Ну, иначе рукописи бы попали в ГБ, как у Демидова. Но это гораздо более крупный архив, чем Демидовский. Плюс к этому... Ну, в общем, неизвестно, какой была бы судьба. А может быть, уцелела бы, а может быть, не уцелела бы. Как вы знаете, что-то из того, что было изъято на обысках, сохранилось, а что-то нет. Другое дело, что Серотенская, как и ее сын, все время все тексты печатают выборочно. Там они вот на всех углах рассказывают о том, как Шаламов сам добровольно и так далее, и так далее, писал это письмо в литературную газету, и что у них там есть черновики и так далее. Но почему-то ни один черновик не опубликовал. Так что, на самом деле, в результате мы не знаем состава архива Шаламова. Ни один человек не допускается к нему. А почему не допускается? А как? Потому что вот собственность Серотенская унаследована ее сыном. На все рукописи. Вот если он, если кто-нибудь согласится, там есть какой-то персонаж, который пишет сейчас о Шаламове, мне он звонил не так давно, который назвал Серотенскую, по-моему, Беатричи. Ну вот его, по-видимому, допускают. Уж если Серотенская, Беатричи. Но меня он очень обиделся, что я ему не помогаю, не показываю того, что у меня. И он сказал, ну, понимаете, если бы Вы говорили хотя бы изредка правду, то, конечно, я бы Вам помог, Господи. А Вы запрашивали допуск к работе с тем, что в органе лежит? Нет, он мне сказал, что это заодно. Что Вас не допустят? Да, он мне сказал, что он на спецхранении. Спецхранение требует допуска секретности. Но просто сейчас, насколько я знаю, он не на спецхранении. Нет, конечно, он не был никогда на спецхранении. Но все было чистое вранье. Тогда он вообще не был на хранении. Он не был вообще в архиве тогда? Он не был вообще за Приходова. По крайней мере, так, как мне говорил Наталья Борисовна. Сын Сиротинской. Потому что у них есть, мое более-менее, ну, это было недоразумение такое, которое я могу рассказать, ругательное письмо. Какое? А ругательное? Ругательное, да. Я совершенно забыл. А потом вот среди всяких писем вдруг нашел ответ. Дорогой Сергей Иванович, в любой день и час я рад видеть Вас. Ваш Орлам Цеханович. Ну, я ей писал. Он был глухой просто. И когда в 68-м году меня выгнали окончательно из университета, и нам надо было с женой уезжать, ну, я звонил. Кому-то заезжал, кому-то звонил, знакомым. Позвонил Орлам Цехановичу. А его в это время осаждал какой-то очередной Стукович. Ну, и по голосу он меня не узнал. Но говорил мне каких-то слов, что я же просил Вас мне не звонить, и я не хочу Вас видеть и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я ему написал более-менее возмущенное письмо. А Сын Сертинской, ну, когда я рассказывал после демонстрации фильма о том, что, ну, что... Ну, подложили, и ее подшеломало. Ну, что получила она архив, забыл о нем, и вообще все остальное вранье. Вот вылез и сказал, что вообще, по-видимому, у Григорианца не было особенно хороших отношений с Шаламовым. Вот по письму, которое хранится в архиве, вот и так далее, и так далее. Ну, так вот, это вот ответ как бы. Ну, видите, вот тут вот бесконечно. А тут есть машина, 50, 50, 40, 50. А что там? Это рассказы? Ну, есть рассказы у меня полные, именно у меня полный слух стихов, которые они сейчас хотят издавать, но я им не был текстов. Тех, которые... Там, наверное, все. Вот. Это он... Это только фон подготовил. Это один тунт, другой струк. Это, это что? Что я вижу? Это тетрадь. А, Колумбская тетрадь. Это стихи, да? Да. А этот сын Сиротинский, он знает, что это все у вас уже? То есть вы как бы в этом смысле не скрываете? Ну, дело в том, что дочь Зайвой сказала. Я бы предпочел, чтобы это не говорилось. К сожалению, это произошло. Именно поэтому мне вот этот вот самый персонаж, который пишет, Аварлан Тихоновича, начал звонить, что я должен ему помочь. Я ему сказал, чтобы, понимаете, если бы вы писали правду, то я ничего не должен, но я бы это бесспорно сделал. А это кто? Ну, я забыл. Ну, автор книжки, вот о Шаламове и так далее. Главный такой. Есть? Есть. 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 А встроенный ответ в сезон. В отличие от всех остальных. Вы-то точно знаете, как это происходило? Ну-де-то там какие-то люди могут считать, что всё там Сиротинская и Свет Компания написали правду. Никаких. А скажите, а если вы все равно, если как бы нету здесь такого конфликта, в смысле, если они все равно это знают, то что изменится, если вы выложите просто в интернет, скопируете и на вашей стороне? Для них это как бы будет основанием, так? Они знают, но никакого показательства у них нет. Что это за предмет? Откуда он у вас? Это пишущая машинка Алла Матихан Чаршаламова, переданная мне по наследству от Людмилы Владимир Назевы. Спасибо. 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 Спасибо.